всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале в удобном месте с очень вкусной едой у нас сегодня с вами манго с которым я просто замучилась сегодня я вроде обычно покупала мангу без косточки здесь огромная косточка в общем разделала я его так кабы-кабы дальше здесь у нас мороженое это альпенгольд клубничка крупная pringles по-моему это с паприкой да с паприкой и конечно же сладкая вата решил такой необычный мукбанг быстренько забабахать потому что вечером точнее даже не вечером в 2 должна притяжелим не надо еще везде прибраться убраться чтобы домой было приятно заходить для жале ничего готовить не стала я просто закажу роллы ну и так чисто к чаю сегодня утром там семечки купила семечки к чаю вот мукбанки на природе я снимала два мукбанка и сейчас они мне не нравятся мне кажется в мукбанках не самое главное мой внешний вид там задний план главный акцент на мой взгляд на мукбанках должен быть прежде всего на еде чтобы хорошо было видно еду на заднем плане есть гирлянда или нет на мой взгляд это вообще не важно поэтому мне мукбанки которые я сняла на природе вообще не нравится у нас произошла авария я теперь живу одна самостоятельная девка и вы знаете я все успеваю успеваю себе приготовить что-то к мукбанку смонтировать встать заправить постель где-то убраться мое любимое мороженое альпенгольд стоит 240 это 100 рублей вот такие вот дела приобрелась дома такая самостоятельная вдруг стала как пришла точнее приехала сразу были проблемы с интернетом в миг все решила я люблю когда мороженое прям холодное не то что она уже растаяла превратилась в какой-то молочный коктейль вот тогда я не люблю давайте по отвечаю на вопроса очень часто мне пишут про дзину кто не знает дина саева как-то странно пропала вышло прямой эфир вообще вы все про это знаете суть в том что она в тик токе удалила все свои видео многие почему-то обвиняют ее в хайпе что она просто хочет похайпится и что у нее никаких проблем со здоровьем нету что это просто выдумки и так далее но мне сейчас накажется что если ты хочешь хайпануть ты ни в коем случае не удалишь весь контент со своего тик тока вы знаете как это влияет возможно действительно у нее какие-то проблемы со здоровьем я не верю что это хайп одно дело ты просто не снимаешь новый контент хотя бы старые видео крутятся у тебя в рекомендациях а тут удалено просто все всем почему-то у нас в жизни кажется что кому-то жить проще кому-то жить легче многие думают вот у дина там миллионы контракты огромное количество подписчиков а что у него внутри никто не знает иногда человек может не иметь огромных сумм денег и быть счастливым человеком не покупать брендовые вещи и быть счастливым а иногда у человека есть все и он несчастен поэтому я в этом не ищу хайп я считаю что это полный бред надеюсь что в скором времени все все восстановится мы опять будем видеть ее видео не могу сказать что я фанатка ее творчества или ее хейтер из тиктокеров мне очень нравится Вероника из хайпхауса вот так ко всем остальным плюс минус одинаково отношусь обязательно заходите в мой инстаграм я там оставлю опросник мы будем жали снимать видео было не было задавайте свои каверзные вопросы следующий вопрос Айка у меня такой вопрос ты рассказывал что твой папа начал бизнес в земледелии и у вас есть гектара участков полтора гектара я рассказывала помогаешь ли ты маме насколько мне известно деревенский труд это конечно очень сложно помогаешь ли ты маме в обработке этих земель помогаю финансово мама естественно сама тоже не поливает не удобряет не удобряет естественно это делают рабочие одна женщина на полтора гектара естественно не справится ну вроде как вчера точнее позавчера сидели болтали с нашим соседом он говорит если крупно заниматься земледелием это очень прибыльно это беспроигрышно то есть по любому деревья вырастут они начнут давать плоды все зависит от того сколько то есть возможно чуть больше или чуть меньше но в любом случае какую-то прибыль это все будет приносить а то открываешь ресторан как бургер стэшн открыли столько денег вложили в бух или туда ничего прогорели поэтому тут конечно попроще ты вообще деревенские я заметила живут очень хорошо но немного поменялось в деревне знаете что раньше когда я была маленькая каждый день вечером приходили все к друг другу в гости на чаек без разницы летом или зимой все как-то общались сейчас уже потихоньку каждый у себя дома вот как в городе живут понятное дело ты знаешь что это твой сосед но ты его не зовешь постоянно на чай честно не общаешься с ним здесь тоже самое нету вот этой сплоченности как раньше раньше когда мы приезжали все соседи собирались у нас на чай болтали о том о сем мы тоже ходили к кому-то на чай а сейчас никто ни к кому не ходит каждый у себя дома каждый по себе многие пытаются выбраться куда-то в город кто-то находит работу где-то в городе либо какие-то подработки раньше все занимались чисто деревенским трудом то есть деревня очень изменилась дело даже не в том что люди стали другие и какая-то атмосфера стала другая возможно мы просто выросли уже я смотрю мальчика с которым мы играли в песочнице у него уже например сын вот такой и так с одной стороны забавно встретил около школы маленькую девочку и она мне такая салам майка эмили я такая откуда ты меня знаешь уверена что естественно 90% соседей знакомых не смотрят мои видео но я заметила что вся деревня знает что я ютубер что я снимаю про еду вот и это очень приятно приятно что тебя знают в последний раз я поехала в деревню я поняла что мне нравятся большие города мне нравится вот эта суета что ты можешь все что хочешь заказать купить спуститься вниз все свои проблемы решить есть деревни есть деревни которые находятся близко к городу например ты можешь сесть на автобус и сразу поехать например в город а у нас надо нанимать такси а когда ты нанимаешь такси это как правило твой сосед он тебе говорит ничего я тебя отвезу бесплатно а тебе сразу так неудобно ты не хочешь бесплатно это тоже бензин поэтому не хочется и тут вы начинаете спорить здесь вызвал такси болт и все вот так вот я разделала манго если честно не могу сказать что я в восторге потому что я не знаю как убрать эту кусточку если я сейчас на камеру это буду есть это будет выглядеть не очень опиздительно поэтому лучше я поем за кадром и последний молочный коктейль супер милки вы знаете из всего этого я просто кайфанула от мороженого мороженое мороженое было просто пушка я всегда беру клубничный хотя есть двух видов есть банановый и клубничный а мне придется поднять свою попу и начать убираться дома до прихода жалим а потом сделать такой вид да у меня всегда так чисто где чисто у меня наоборот бардак я даже не убиралась живем так в чистоте а если вы до сих пор кушаете то приятного вам аппетита всех люблю